Я начну с того, что все мы прекрасно понимаем, что погода определяет все. И, собственно говоря, все явления, особенно касающиеся жизнедеятельности человека, они происходят в этой погодной атмосферной среде. И, по сути дела, эта среда, она, так сказать, нами ощущается всеми нашими органами чувств, и, естественно, что всегда возникает много вопросов, а что происходит в этой среде. Значит, я хочу сказать, что ничего особенно в этой среде не происходит. То есть происходит, что должно происходить. Значит, наша территория, Красноярский край, особенно центральные районы, находится в климатической зоне, значит, это резко-континентальный климат. И у нас в августе, значит, всегда происходят такие явления. То есть подстилающая поверхность охлаждается, а воздух достаточно теплый и насыщенный влагой. Происходит конденсация, образуются туманы. Вот, значит, образование туманов способствует, конечно, в значительной степени наличие примесей в атмосфере, поскольку конденсация водяного пара осуществляется вот на таких мелких частичках, аэрозолях, и, собственно говоря, эти частички способствуют образованию тумана. Ну, а поскольку вы понимаете, что город у нас промышленный, автотранспорта много, так сказать, пыль поднимается, и вот так называемые ядра конденсации, их в нашем городе достаточно много. Вот, если вы немножко отъедете в сторону, так, километров на 50, на 100 от города, то увидите, что там тоже есть туманы. Вот, мы сегодня проанализировали наши карты синаптические, посмотрели, что в округе практически все метеостанции дают это явление. Но другой вопрос, что где-нибудь так, к 12 часам, там, где чистая, относительно чистая атмосфера, там этот туман рассеивается, а у нас в силу того, что мегаполис, этот туман держится дольше. И если посмотреть на ту складывающуюся синаптическую обстановку в свободной атмосфере, у нас антициклональные условия, устойчиво стоят уже достаточно длительное время, у нас слабая-слабая восточная тяга, то есть перенос воздуха с востока, с северо-востока, но очень слабый, то есть не интенсивный. А поскольку наш город аэрографически очень сложный, он находится в котловине, вокруг горы, то очень часто происходит застой, так сказать, вот при известных, так сказать, метеорологических условиях, которые сейчас, то есть антициклон, слабый ветер, все это накапливается и достаточно долго держится и стоит. То есть это явление, значит, по сути дела мы определяем как обычный тривиальный туман, но в силу, так сказать, наличия загрязнения в городе, он держится достаточно долго. Значит, что касается этой ситуации и как долго она будет продолжаться. Ну, циркуляция начинает в атмосфере немножко меняться, и, значит, на нас в субботу начинает распространяться ложбина, это область пониженного давления с запада. Ну, она, правда, очень слабо выражена, но, тем не менее, есть вероятность того, что небольшие осадки у нас должны пройти. Значит, кардинальные изменения погодных условий с понедельника, то есть на нас с юга выходит достаточно активная, значит, окклюзия, это, как сказать, область соединения двух атмосферных фронтов, и она очень хорошо выражена и на синаптических картах, и на спутниковых снимках, и которая, значит, на нашей территории даст достаточно неплохие осадки. Если смотреть дальше, так сказать, то, в принципе, у нас идет перестройка атмосферной циркуляции, она переходит с восточной, юго- и северо-восточной циркуляции на западную и северо-западную. И где-то через неделю у нас будет серьезная смена погодных условий, то есть мы переходим, как бы, приближаемся к такому осеннему периоду, хотя относительно температур можно сказать, что они будут достаточно еще высокие. То есть такого серьезного обвала по температурному фону не произойдет. Поэтому, так сказать, еще пару, еще неделю, наверное, у нас следующую, и часть еще половины следующей недели, ну, последующей неделе еще быстро, как бы продержится довольно такая комфортная погода, ну, почти летняя, скажем так. Ну, а в третьей декаде августа уже все. То есть уже пойдут уже такие хорошие осадки, температура достаточно сильно упадет, и уже, по сути дела, мы вступим в осенний период. Вот, то есть это вот краткая характеристика того, что происходит, так сказать, и есть у кого есть вопросы, и что будет по нашим расчетам. И если есть какие-то вопросы, я готов конкретизировать и что-то, может быть, более подробно на чем-то остановиться. Олег Игоревич, можно по подтверждению сразу скажу информацию, чтобы была полная картина, да? Мы на своей территориальной сети, также кроме газоанализаторов, которые меряют загрязнение, имеем фактически локальные метеостанции, Владимир Ильич знает про это, и наши сегодня метеостанции, вы можете зайти на сайт красо-экологи.ру, посмотрите в онлайн-режиме, которые фиксируют аномально высокую по сравнению со среднегодовой в данный период влажность. Именно это обуславливает, на наш взгляд, вот эти вот большие перепады температурные ночью и днем, когда днем очень жарко, а ночью достаточно прохладно, ту природу, того явления, которое сегодня мы все наблюдаем. Это подтверждение слов Владимира Владимировича. Сегодня утром они не работали? Кто не работал? А вот эти показания дальше? У нас все работает, может быть, сервис на сайте нет? Ну, если вообще говоря, коснуться, так сказать, уровня загрязнения, то, в принципе, вот по данным наших стационарных постов и химического анализа качества атмосферного воздуха, то мы, значит, в городе имеем превышение только по, значит, по... Взвешеным частицам, по пыли, по взвешенным частицам. Да, повышенный, по взвешенным веществам. И формальдегиду. Вот это два, так сказать, ингредиента, которые, так сказать, выбиваются за пределы, предельно допустимых, ну, нормативов, значит, санитарно-гигиенических. Что касается всех остальных веществ, то они не превышают эту норму. Это, так сказать, достоверные, значит, данные, поскольку мы аккредитованы лабораторией. Недавно у нас была, нас, так сказать, проверяла инспекция, проверяла, насколько качественно, так сказать, мы делаем химические анализы. Ну, и, так сказать, все подтверждено, и мы по-прежнему работаем. Крылая сеть подтверждает это, да, но у нас только превышение по взвешенным частицам по пыли. Владимир Викторович, я, честно говоря, не специалист, но я понимаю, что я сейчас пляжу не туман. И даже на себя ощущаю, что мне это не может реально влиять. Я, потому что у меня, на самом деле, изжога на вот эти всякие вылокные газы, значит, что я воскресу, так как я не могу лежать спокойно. И это не туман. Безусловно, я сейчас поясню. Вот что такое? Поясню. Ну, во-первых, мы живем все-таки в мегаполисе. Вы посмотрите автотранспорт. Выбрасывается выхлопные газы, но как раз на нашем, так сказать, на уровне нашего дыхания, по сути своей. Значит, и вот сочетание, соединение загрязняющих веществ, которые выбрасываются, хоть они и не достигают предельно, так сказать, предельных концентраций, так сказать, там, по ДК, но, тем не менее, в соединении с туманом, они образуют уже повышенную токсичность. И, так сказать, когда мы дышим уже вот этим соединением, но туман это неопровержимое, так сказать, ну, здесь, как говорится, доказано. В Красноярске стоит вот уже, вот, уже, вот. Да, да. Да, и он будет еще стоять вот до субботы. Туман, повышенная влажность. Повышенная влажность, да. Повышенная влажность из-за того, что идет большие в течение суток провалы и подъемы температуры, разница температур. Соответственно, мы говорим сейчас про город. Почему трудно дышать? Вы думаете, мне не трудно дышать? У меня тоже там и с легкими были проблемы в детстве, да? Потому что взвешенные частицы, которые называются пыль, которые и в себе абсорбируют все плохие загрязняющие вещества, я уже, Владимир Владимирович, простыми словами говорю, да, чтобы было понятно, эта вся тема поднимается еще пузырьковыми всеми этими делами, туман, и не просто она лежит на дороге, она фактически как взвесь, так вот висит в воздухе, поэтому мы и дышим этим, понимаете? Да, не осаждается. В чем проблема? Насколько это опасно? Ну, опаснее, чем... Ну, мы, я метеоролог, я, так сказать, не могу ответить на вопрос, как это на организм влияет. Я вот метеорологическую картину вам нарисовал, думаю, она истинная. То есть, это не лесные пожары точно, да? Нет, лесные пожары... Про лесные пожары я могу дать вам сводку сейчас, да? У нас на сегодняшний день на 10 утра всего 17 лесных пожаров, из них 16 на далеком севере, северной территории Венкия. То есть, ближайший пожар сегодня у нас в Красноярском крае на территории где-то приблизительно 500 километров ближайших пожаров. Пожары вокруг Красноярска не зафиксированы, мало того, мы сделали двойное патрулирование. Мы увеличили количество пролетов и проходов, основных там мест, где пожары. И мы сейчас контролируем ситуацию, как только кто-то что-то или поджег, или еще что-нибудь, сразу же проходит тушение. В связи с этой ситуацией. Ну вот я могу еще немножко добавить, то, что Сергей Александрович сказал. Значит, здесь еще, видите, какая ситуация, вот с метеорологической точки зрения, у нас ведь очень слабый-слабый перенос, то есть не интенсивный, вот как бы северо-восточный. Поэтому, если сопоставить с расстояниями, то вероятность того, что это вот влияет еще и... Это не прошлый год. В прошлом году там было совершенно очевидно и доказано, и по содержанию, так сказать, взвешенных веществ было ясно, что это лесные пожары влияют. Но я хочу еще ваше внимание обратить на один факт. Вот вы посмотрите, вокруг нашего города дачные поселки. Весь город окружен дачными поселками. А кто контролирует, что делается на этих участках? Где-то, так сказать, двадью затопили, где-то, так сказать, траву сожгли, где-то там, так сказать, шашлык развели, там еще пятое-десятое. И если посмотреть, как бы, интегрально, в массовом масштабе, а, как правило, дачи дают в неудобицах, они все, как бы, выше находятся наши котловины, самого города. И все это, так сказать, способствует тому, чтобы этот туман существовал и дальше. То есть вот еще вот этот момент. А, собственно говоря, кто дачников контролирует? Ни одна служба, у нас нет таких. Что касается предприятий, там четко. Мы даем прогноз НМУ, есть соглашения, основные загрязнители, мы их знаем, передаем туда информацию. Они отчитываются о своих мероприятиях. Поэтому у нас здесь обратные связи существуют. И предприятия реагируют, в принципе, на, так сказать, вот эти условия. Они снижают у себя там выбросы. Ну, правда, это всего лишь, как бы, первый режим. Но, тем не менее, это способствует. И если посмотреть ответную реакцию, а как себя ведет комплексный показатель загрязнения атмосферы П, держится, например, на одном и том же уровне. То есть это говорит о том, что, несмотря на, в общем-то, неблагоприятные условия, на наличие этого тумана, тем не менее индекс... На безветрие. На безветрие. На безветрие. На безветрие. Индекс загрязнений не растет. Это, так сказать, мы можем это доказать. У нас все показания есть. Вы, наверное, невнимательно слушали. Мы сказали, что у нас по загрязняющим в чистом виде то, что меряют газоанализаторы, превышений нет, а по пыли пошли аномальные превышения. Взвешенные частицы, которые вот от дороги, от машин, от все, что осаживается на земле, это все взвешенные частицы называются по-научному. То есть это не та пыль, которую мы себе представляем? Да, да, да. Та пыль, которую вы представляете, только часть взвешенных частиц. Ну, взвешенные вещества. Это не совсем домашняя пыль. Не домашняя пыль, промышленная. Да, от машин, от резины, от колес. И вот в этой вот пыли содержится только формальдегид. Формальдегид, да. То есть мы устойчиво в течение уже длительного времени в Красноярске отмечаем существенный рост формальдегида до 6 ПДК. Источник природов формальдегид. Значит, природа, ну, там так, это выбросы автомобилей и столярные производства. Вот те, которые лакокрасочные, и вот это ДСП, вот там заводы. Сейчас же ведь посмотрите, мебель не делает только ленивой. Они делают это самое, из этой плиты, которую прессуют, там присутствуют смолы. И вот эти смолы, они являются, так сказать, источником. Ну, положая руку на сердце, доля формальдегидов от автомобилей, это 99% от всего, что мы сейчас имеем в городе. И 9 десятых. То есть нужно понимать, что это автотранспорт. И вот те мероприятия, которые должен осуществлять город, собственно говоря, в этом и есть залог успеха, что мы должны получить, в каком временном режиме, какое-то хотя бы улучшение. Давайте, пожалуйста, спросим еще о поведении на здоровье. Ну, давайте так начнем. В преддверии данных погодных условий, условий Министерством здравоохранения предприняты определенные меры, так скажем, приведены в готовность лечебные учреждения при наращивании данной обстановки. Но идет мониторинг ситуации, центров медицинных катастроф, каких-то подъемов обращаемости, даже минимальных, не зафиксированы. Не только в Красноярске, но и по всему краю. Ну, исходя из ситуации, я все-таки рекомендую тем группам населения, которые относятся к риску, это кто страдает хроническими заболеваниями, как вот корреспондент, потому что я за у него, скорее всего, рекомендую ФГС пройти. Затем обязательно поберечься необходимо женщинам в положении и ребятишкам до 14, пожалуй, лет. Ну, я думаю, что нужно просто ограничить нахождение на улице, побыть дома как можно больше, угрозы здоровью такого массового, как предполагаю, вернее, к чему готовимся. Нет, даже вопрос не стоит пока. Пока вот так. Неужели мы так подробно рассказали, что даже вопросов нет? Я думаю, что да. Еще и порекомендовали пройти диспансеризацию. Ну, конечно, открывать. Это не страшно. Это не отравляющие вещества, не инфекционные какие-то заболевания. Ну, природа так сложилась. Это вопрос я могу ответить. Еще раз, что там? Дымка на севере края. Нет, на севере это лесные пожары, это однозначно. Значит, на сегодняшний день, последние трое суток, у нас там проведена большая работа. Во-первых, должны все прекрасно понимать, что север-край это даже не центральная часть, где есть наземный мониторинг у нас, да, дежурство, где есть авиационный мониторинг. У нас на севере края есть в территории большие пятна, которые мы отслеживаем только через космо-мониторинг, потому что, ну, элементарно авиация не то, что не долетает, а очень дорого все это постоянно патрулирует, это тысячи километров. Понимаете, да? Расстояние, размеры нашего Красноярского края. Но, значит, на сегодняшний день в Ивенкии действительно была в последнюю неделю достаточно сложная ситуация по пожарам. Я сам вылетал прошлую пятницу и был фактически до воскресенья, даже со среды до воскресенья там. В Туре, в столице, есть задумленность от пожаров, но, к сожалению, около самой Туры в радиусе 200 километров нет ни одного пожара. Там идут процессы переноса вот этих всех вещей по руслам рек, как правило, это малые скорости переноса ветра вот этих всех, всего этого дыма от других пожаров. На сегодняшний день у нас действует всего два пожара около Ванавары. И мы смотрим, также пользуясь данными Владимира Викторовича, нашего Красноярского гидромета, видим и знаем, что у нас есть информация, что в Якутии горит около двух миллионов гектар. И вся эта масса дыма, она сегодня, по данным гидромета, циклоном фактически перемещается сейчас на территорию края, почему и сейчас в севере весь стоит в задымленности. Вот такая информация. Ну и здесь еще дополнительно у нас, вы знаете, что там аномально жаркая температура стояла по северным нашим районам, то есть до 35 доходило... Я был 39 было в Туре. Поэтому, значит, и не было осадков, поэтому это способствовало всем этим событиям. Но другой вопрос, что сейчас вот мы ждем перестройку, и там, конечно, начнутся осадки. Я думаю, что где-то в конце вот следующей недели уже по Якутии и по Таймыру пойдут серьезные такие облажные осадки, и все это дело потушится. Владимир Владимирович, еще на пыли, каково превышение идет? По пыли где-то два с половиной раза. Но особую, как бы, озабоченность, конечно, формальдегид у нас вызывает. До шести по ДК. У нас на постах зафиксировано последние два дня превышение по пыли в 2,14 раза. В среднем, если брать наши посты. Ну, там информация коррелируется, да? По формальдегиду сегодня у нас автоматизированных постов нет. Мы только запускаем эту линию до оснащения, поэтому меряется все это вручную. Так, а сколько привычно по формальдегидам? Шесть раз? Да. ПДК. Да, шесть по ДК. ПДК – это предельно допустимая концентрация. А по пыли? Ну, в два раза. В два, два с половиной, вот где-то так колеблется. А вот другие, там, диоксид азота, диоксид серы, диоксид азота. В пределах нормы, да. В пределах нормы. Господа, у нас нет от вас секретов. Вы все можете зайти, еще раз повторяю, на ресурс, на сайт. И то, что там не работал ресурс, его уронили с сервера, потому что было много обращений населения. Мы его восстановили, сейчас можете заходить смотреть. И даже вот, что, собственно говоря, казалось бы удивительно, но вот фторидов нет. То есть фториды не превышают, как ни странно, но тем не менее, вот такой эффект есть. Но и более того, вот вы же журналисты, народ грамотный, у нас наш сайт есть, там каждый день публикуются все, по всем постам эта информация, по всем веществам, которые мы измеряем, которые превышают предельно допустимое. То есть нет смысла публиковать то, что, так сказать, в норме. Поэтому, если какой-то ингредиент достигает предельно допустимой концентрации, мы это публикуем на нашем сайте ежедневно. Так что заходите, смотрите, у нас сайт открыт, так что сайт Средосибирского УГБС. Еще раз скажу, можно когда начнет проясняться вопрос? Ну вот у нас первое, ну, так сказать, ну, есть вероятность, что в субботу уже начнет. Есть, но она, как бы, вот, я не говорю это, что у нас это стопроцентная уверенность. Там формируется такая, как бы, ложбинка, которая, как бы, неустойчивость должна в атмосфере создать. То есть, как бы, это область пониженного давления, но она очень такая, не очень сильно выражена. Но, в принципе, мы надеемся, что какие-то осадки она может спровоцировать. Но серьезная перестройка с понедельника, там уже это будет, так сказать, совершенно точно. То есть, если пойдут осадки, я так понимаю, то... Да, да, конечно, все пробоет, так сказать, туман. Пыль пробьет, прибьет пыль. Да, туманы рассеются, естественно, и все. А дальше изменится циркуляция, то есть начнется более активное проветривание атмосферы, и уже туманы возникать не будут. И, собственно говоря, и очистится сама атмосфера в городе. Спасибо. 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 Спасибо.